В этом выпуске речь пойдет о хорошо известном герое. Он маленький и таких, как он, десятки на любой печатной плате. Казалось бы, всего лишь черный кусок пластика и три вывода. Имя ему 123. Мы устанавливаем их тысячами. В стабилизаторы, в силовые ключи, в драйверы. Инженеры привыкли относиться к ним как к простому расходнику. Но вы, наверное, уже догадались. С этим парнем все не так просто. Сегодня мы препарируем этот вовсе не молодой стандарт. Мы разберем его на примере полевого транзистора и выясним, как именно стандартный корпус порождает нестандартные проблемы. Узнаем, как он ломает пайку, как полтора наногенри паразитной индуктивности мешают переключаться транзистору, и как подбор аналога может закончиться фиаско. Привет, друзья! Это Библиотека Инженера. Добро пожаловать в запутанный лабиринт корпусирования. Поехали! Глава первая. Когда сот двадцать три, это не сот двадцать три. Представьте ситуацию. Вы заказываете партию транзисторов. В списке компонентов в бомб-листе четко указано «сот двадцать три». Вы не видите причин для беспокойства. Но на линию сборки приезжает СС-59. Какая разница? Раздраженно бурчит менеджер по закупкам. Вот смотрите, они же выглядят совершенно одинаково. О да, визуально они близнецы. Но дьявол кроется в деталях. Японский стандарт. СС-59 шире классического американского GD. Сот двадцать три на ноль целых три десятых миллиметра. Всего три десятых. Толщина трех листов бумаги. Но для пайки оплавлением это целая пропасть. Вы ставите этот корпус на узкие площадки, рассчитанные под «сот двадцать три». Плата заезжает в печку, начинается оплавление, и физика берет свое. Силы поверхностного натяжения припоя работают неравномерно. Компонент ползет, крутится или исполняет трюк «томпстоунинг». Встает на дыбы, превращаясь в надгробный камень для вашей партии. Итог. Десять процентов брака на ровном месте. Просто потому, что вы доверились названию корпуса на первом листе дата шита. И не сверили размеры корпуса на чертеже. Но это самый простой сюрприз, который нам приготовил. Этот широко известный корпус. Дальше будет еще интереснее. Глава вторая. Тепловая иллюзия. Предположим, что ваш паяльник горяч, рука тверда, а флюс активен. И установить транзистор. Это не проблема. Но мы вернемся на шаг назад. На этап расчета вы открываете документацию. Находите строку «Максимальная мощность рассеивания». Или «ПТОТ». Видите цифру. Полватта логика подсказывает. Отлично. У меня по расчетам всего 0,3 ватта. Запас почти двукратный. Выдыхайте. Вас обманула ваша логика. Но прежде. Давайте уточним один момент. Корпус 123 – это черный ящик, в котором могут скрываться две. Абсолютно разные конструкции. Вариант первый. Старая технология. Кристалл кремния смотрит вверх и соединяется с выводами тончайшей золотой проволочкой. Это самое узкое место, настоящее тепловое бутылочное горлышко. Тепловое сопротивление такой конструкции гигантское. Но есть и вариант второй. Технология Flipchip on Lead. Или сокращенно FCOL. Здесь кристалл перевернут лицом вниз и приварен к ножкам снизу массивными медными столбиками. Снаружи эти два компонента неотличимы. А вот разница в теплоотводе почти двукратная. Первый сгорит при ваших безопасных 0,3 Втах. Второй даже не нагреется. А теперь самое главное. Цифра мощности в даташите – это наилучший случай. Для идеальной тестовой платы с огромными полигонами меди, которые работают как радиатор. Если же вы развели транзистор на плате тонкими дорожками, забыв про охлаждение, забудьте и про документацию. Ваши запланированные полватта превратятся в реальный дым. Едем дальше. И дальше у нас электрическая сторона 123. А это звон, выбросы и прочее. Глава 3. Полтора наногенри, которые все портят. Мы привыкли думать о выводах транзистора. Просто как о проводниках. Пока мы работаем на постоянном токе, то так оно и есть. Но стоит поднять частоту выше 100 МГц или взять быстрый галлий-нитридный транзистор, как происходит метаморфоза. В этот момент вывод корпуса 123 превращается в катушку индуктивности, ее номинал. Всего полтора наногенри. Звучит смешно, правда? И, казалось бы, пренебрежимо малая величина. Но давайте вспомним школьную физику. ЭДС самоиндукции. Это индуктивность. Умноженная на скорость изменения тока. Современные импульсные преобразователи переключают ток практически мгновенно. Скорость нарастания тока просто колоссальная. И здесь вступает в силу безжалостная математика. Мы умножаем крошечную индуктивность на гигантскую скорость. Результат – эти несчастные полтора наногенри генерируют мощнейший всплеск напряжения. И этот выброс, как вариант, пробивает затвор вашего силового ключа. Вы смотрите на экран осциллографа и видите паразитный звон. Вы в панике ставите защитные снаберы. Нанизываете ферритовые бусины. Меняете дроссель, но звон не уходит. А проблема не в схеме. И чем быстрее и современнее ваш кристалл, тем сильнее старый добрый корпус СОД-23 сопротивляется его работе. Это жесткий физический предел данного стандарта. Проблема не только в том, что ножка звенит. Силовой ток буквально мешает драйверу управлять транзистором. Глава 4. Зачем транзистору лишние выводы? Как же побороть эту физику? Особенно, если у вас современные быстрые ключи, и вы хотите, чтобы транзистор переключался без выбросов и звона. Главный источник бед — путь тока. Сток и сток. Когда ток и напряжение меняются мгновенно, паразитная индуктивность выводов дает мощный выброс напряжения на сток и сток. Этот звон оказывается на затворе через паразитную емкость, ну и все соответствующие неприятности, которые из этого вытекают. В корпусах класса ТСОП-6 или СОД-23-6 с этим борются, разделяя электрод стока на несколько выводов. Взгляните на цоколевку транзистора MOSFET в корпусе СОД-23-6. У него сток выведен сразу на 4 ножки. Зачем 4 стока? Это решает сразу 3 задачи. Мы улучшаем теплопроводность и снижаем активное сопротивление. Но самое главное, мы кардинально уменьшаем индуктивность. В итоге уменьшаются выбросы на стоке. А значит, слабее то самое воздействие, которое пытается раскачать затвор через паразитную емкость. Если трехногий СОД-23 уперся в физический предел, переходите на корпус, где силовой ток распределен по нескольким выводам. И последнее. И самая неочевидная проблема с корпусом СОД-23. Глава пятая. Шифр на крышке. Итак, допустим, вы уже прошли первые круги ада. Вы сверили геометрию корпуса. Вы победили тепловой бюджет. Вы приручили паразитные индуктивности и узнали, где у транзистора общий исток. Вы уже начинаете чувствовать себя победителем. И именно в этот момент СОД-23 наносит удар. Не по схеме, а по вашей логистике. Потому что у применения этого корпуса есть две особенности, которые легко могут разрушить ваш проект еще до первого включения питания. Первая. Маркировка. Вторая. Цоколевка. Давайте начнем с маркировки. На крышке корпуса. Два символа. Например, 1А. Казалось бы, все прекрасно. У нас же есть таблицы SMD-кодов, да? Да, таблицы есть, но они не решают проблему в этом случае. В реальности эти два символа не имя компонента. Это просто короткий ID-код, потому что корпус физически слишком мал, чтобы написать нормальный типо-номинал. И у этого языка нет единого словаря. Один и тот же код на крышке может означать совершенно разные компоненты. Причем не только у разных производителей. Иногда даже у одного и того же. То есть 1А в одной поставке может оказаться обычным NPN-транзистором. А в другой? Вообще, MOSFET-ом. И вы узнаете об этом ровно в тот момент, когда собранная партия не проходит тест. Следующая сцена. Инженер делает то, чему его учили. Ищет замену компоненту. Нет проблем, говорит он. Сделаем second source. У нас же просто SOT23. Обычный транзистор. Он находит замену, которая идеально совпадает по параметрам. Напряжение тоже. Ток тот же. Частота даже лучше. Корпус SOT23. Красота! Плата уходит в производство и не запускается. Потому что SOT23 – это только форма корпуса. И она не гарантирует распиновку. В одном варианте PIN1 – база. В другом PIN1 – эмиттер. И снаружи вы этого никогда не увидите. Три вывода. Три площадки. У вас компонент, который идеально встал на плату. И идеально не работает. В лучшем случае схема просто молчит. В худшем транзистор начинает работать задом наперед. Как из этого выйти с минимальными потерями? Или вообще не попадать в эту ситуацию рассмотрим в следующем разделе. Итоги. Чек-лист. СOT23 – это не просто корпус. Чтобы применить его и не разрушить проект, запомните четыре основных правила. Правило первое. Проверяйте геометрию. Не верьте названию корпуса. Верьте только чертежу в дата-шите. Три десятых миллиметра разницы – это граница между рабочей платой и браком. Правило второе. Смотрите внутрь пластика. Технология FCOL спасет ваш тепловой режим. Классическая разварка кристалла уничтожит его при тех же самых габаритах. Правило третье. Если нужна скорость, ищите многовыводные корпуса. Вам нужны компоненты, где силовой ток распределен по нескольким ножкам. Это единственный способ победить индуктивность. И правило четвертое. Не верьте глазам своим. Маркировка на крышке – это не паспорт, это шифр. А распиновка – 123. Это не стандарт, а лотерея. Всегда сверяйтесь с документацией конкретного производителя. Все ссылки на использованные источники информации и расширенный чек-лист в Телеграм-канале. На Boosty есть интересная статья на тему выпуска. В свободном доступе. Ссылки на все ресурсы в описании. Это была Библиотека Инженера. Пусть ваши транзисторы будут холодными. До встречи!